Доброе утро, друзья! Вчера у меня было нервное потрясение, поэтому, во-первых, Бэби меня целый день дома ждала, во-вторых, вечером я пришла и... Ну, сейчас расскажу, отстегну её. Стой! Стой! Раздеваться будем! Пойдём! Пойдём в эту сторону гулять! Пойдём! Вот. И то есть вчера от нервного потрясения я вечером просто была как бы сбита с ног и не пошла гулять с Бэби. А сегодня в награду мы пришли в лес, чтобы она побегала, побегала без поводка. Вот. Ну и мы давно в лесу не были, очень давно не были. Во-первых, в начале мы не были, потому что у меня заканчивался срок действия противоклещевого препарата. Я всё, как всегда, везде найду. Заканчивался срок противоклещевого препарата, а потом воду горячую отключили. После леса нужно собаку всё-таки прилично ополоснуть. Вот. И ещё дожди были. Очень похолодало. И в это же время отключили горячую воду. Ну, то есть всё вот так вот складывалось. А Бэби очень любит в лесу гулять. Ну, во-первых, здесь много запахов. Во-вторых, я её здесь отпускаю с поводка. И она может наноситься, набегаться. Ну, я думаю, что если сравнивать с ребёнком, то любому ребёнку такое, такая прогулка. Пока... слушайте, нас давно здесь не было. Какая здесь грязища. Вы себе просто не представляете. Ой. Бэби, я сюда пошла. Бэби. Вот так вот ей. Конечно, ей на поводке этого не хватает. Она очень активная собака. Ей надо набегаться. Так вот, я вчера уехала в начале 12-го. В начале за документами в ветклинику. Забрала сертификат на тесты от бешенства. Потом поехала гулять, я всё вам снимала. Ну, как гулять? Не с моими ногами говорить, а прогулять. Капельку-капельку вокруг метро прошлась. Буквально, ну, как это сказать, в районе в районе одного квартала походила вокруг. Ну, и сходила к чайному домику. Ой, как же он мне нравится. Конечно, я всё там поснимала, наверное, вы уже это видео видели. обожаю этот домик. Я вообще многие места в Москве обожаю. Просто мне вчера мысль пришла в голову, что вот раньше я где-то проезжая в метро рядом с Тургеневской или чистыми прудами, просто выскакивала, чтобы дойти до чайного домика там возле Почты России. А, Беби, пойдём сюда. Бебичка, пойдём сюда возле Почты России напротив чайного домика посидеть, полюбоваться на скамеечке, посидеть, зайти потом внутрь. Там цены такие очень дорогие. И если там что-то покупать, то это только в подарок. Очень большие выборы кофе и чаёв, и они делают подарочные упаковки. То есть вот, если знаете, что ваш какой-то визави какой-то, да, любит хорошие чаи, любит хороший кофе, то, конечно, это очень достойный подарок. Все прекрасно знают, что этот подарок такой гурманский ВИП дорогой. Там же можно и чашечку выбрать, там же можно и чайничек заварочный выбрать и добавить какой-то изысканный шоколад. В общем, достойная вещь. Ну, для себя я там, мне кажется, никогда ничего не покупала. мне так кажется, по крайней мере, у меня в голове это не задержалось, но заходила я туда часто. Так вот, я к чему это? Раньше я могла просто выбежать из метро, чтобы полюбоваться там 5-10 минут и дальше бежать. А сейчас я специально поехала. Пункт назначения не один из пунктов. Вот представляете, да, как меняется время, как меняется состояние. Ой, что-то я такая расстроенная, там опять бардак, кавардак и мусор. Не знаю. Я это подозревала, что к концу лета замусорят, хотя в принципе как-то мусорят локально. Вот там вот, где отдыхают, там и не убирают, что весьма странно. Оборудуют место отдыха, устанавливают там и сидушки, и импровизированный столик, и мангальную зону делают, и потом после себя не убирают. Ну, это ведь странно, правда. Ну, так, если глазами не цепляться, не фиксироваться, то лес все еще чистенький. Вот. А в чем было потрясение, и почему я не пошла гулять, я такая домой вернулась, ну, конечно, уставшая, потому что после того, как больше недели, по-моему, у нас было похолодание, 12 градусов, 14 градусов, накануне моей прогулки, я утром с Бэби еще гуляла в таком, ну, тоненьком пальто, что ли, не знаю, оно такое, как на конец весны, да, ну, вот как раз на 14 градусов, на 12 градусов, грибочки, у меня глаза, это, Бэби, я тут грибочки снимаю, грибочки, маленькие, маленькие грибочки, маленькие, как ты, совсем маленькие, вот, то к вечеру этого же дня, вот утром мы гуляли, я еще пальто это надевала, не знаю, как назвать, утепленный кардиган назовем, то к вечеру этого дня уже все гуляли в шортах и в футболках, и когда я поехала на Мясницкую, вообще писали 23-25, на мне было не толстое абсолютно, платье мне не было жарко, но вы знаете, было такое открытое солнце, оно прямо обжигало, я все время вспоминала ощущение от Бунинского рассказа «Солнечный удар», когда этот рассказ читаешь, то у тебя тоже ощущение такого жаркого малева, посмотрите, как красиво, такая красивая коряга, она чем, почему-то такая уже, знаете, обычно такой эффект бывает, когда на море возле берега прибоем какую-то вот так вот обтачивает корягу, и тут тоже так же выглядит, будто бы ее, будто бы ее различные климатические условия потрепали, обтесали, вот, я думала, что я после прогулки приду, душ приму, капельку отдохну и пойду с Бэби, но не тут-то было, я пришла не ночью, я пришла в время приемлемое, то есть час-полтора у меня был до прогулки с Бэби, ой, это хорошо, что я еще на диван с лету не плюхнулась, обычно она меня встречает, потом бежит на диван, шлепается кверху пузом на диване, чтобы я ее гладила, чесала, обнимала, такой у нас ритуал, то есть я пришла и я обнаружила, что физиологической необходимости идти Бэби на прогулку абсолютно нет никакой, и, ну, вы знаете, поняли, да, меня, мало того, что крупная физиологическая потребность была произведена на мой диван, что это было, я говорю, меня настолько это в шок повергло, ну, потому что я к этому не привыкла, да, у нас есть пеленка, и да, я много раз говорила, что при необходимости или при каких-то вот таких сложностях, ну, допустим, мне не очень хорошо, и я не могу вывести, как бы, она ничего не имеет против пользоваться пеленкой, вот по этим папа, по большой нужде чаще всего терпит до следующей прогулки, если, допустим, я утром не пошла, то она до вечера терпит, ты наоборот, и тут вдруг я вот это застаю, вы знаете, у меня может быть это такой был своеобразный солнечный удар, почему на меня это произвело такое шокирующее впечатление, я была просто не в себе, ну, просто не в себе, от какого-то вот этого потрясения меня это очень сильно выбило из колеи, пройдем мы через лес, или там мокро, бэби, 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 пойдем, ой, смотрите, нет, 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 волчья ягода, почему они всегда так аппетитно выглядят, они всегда такие блестящие, образцово-показательные, специально что ли привлекают, чтобы их съели и стало не очень хорошо тем, кто употребил эти ягоды, вот, ну, я говорю, что меня это абсолютно выбило из колеи, я, правда, не орать, не ругаться, ничего не стала, конечно, я и сказала таким, ну, как, ну, грустным и убитым голосом, бэби, зачем ты это сделала, но я до сих пор, хотя, ну, как бы, ну, все, я-то, все собрала, в машинку забросила, как бы, особых-то проблем нет, но меня это потрясло, для меня это был такой шок, я говорю, я больше ничего не могла не идти гулять, ну, ну, вообще, я говорю, что у меня был шок, ну, вот, сегодня, смотрите, какой-то, какой-то здесь вот гриб растет, так интересно, сыроего, сыроежка, так интересно, вот, я вот сейчас вот этот грибочек вот так сломала, дождей полным-полной, даже вот мы сейчас гуляем, тут все такое влажноватое, а грибочек этот на ощупь абсолютно сухой, даже слегка вот такой подсушенный, что ли, еще там какой-то гриб, но он как раз выглядит неаппетитно, если та сыроежка, она такая миленькая была, сейчас жутко грибникам завидую, два грибника, я, правда, что-то от них устала, и не смотрю ни одного, ни другого, не смотрю ни одного, ни другого, но мне выпадают их видео, и название, и заставка к видео, они уже вовсю подосиновики собирают, белые собирают, в общем, охота у них в самом разгаре, я прямо так завидую, так мне хочется тоже в лес за грибами, если бы не моя, как это, как это называется, в общем, я, я блужу, я запросто пройдя по по одному месту, потом могу второй раз по этому месту ни за что не пройти, а куда-то отклониться, я из-за этого боюсь одна ехать в лес, тем более, что сейчас навигаторы, бэби, мне тут не перелезть, бэби, я пойду обходить, а ты куда, ты куда, ты куда, тюрь, ты куда, тюрь, ты куда, Она бегает так смешно. Ой, травиночка, да? Травиночка. Вкусная травиночка. Вкусная травиночка. О, да из-за этого я боюсь идти в лес. Заблужусь нафиг. А так можно было бы на автобусе, на электричке какие-то 2-3 остановки проехать. Почитать, посмотреть форумы. Куда рекомендуют. А от меня недалеко до Моадедова очень многие грибники рекомендуют Домодедовский район как такие грибные места. Ну, здесь вот тоже кто-то странным образом отдыхал. Это какая-то пленка, видимо, от дождя делали укрытие. Но, как видите, грязи нет. Молодцы. Вот таких вот я уважаю отдыхальщиков. Ой, а мы же с Бэби вот здесь вот были. Потому что точно мы здесь с Бэби были. Вот тут возле этого дерева я ей пакетик постелила. И она как бедный родственник на пакетике у меня лежала и думала, что мы стали, что мы теперь живем на улице и домой она никогда не попадет. Ой, надо будет опять купить грудку, замариновать и снова шашлык пожарить. Что вы думаете, куда я иду? Ну, конечно, рассматривать ствол дерева. Я давно уже не смотрела Дениса, поэтому уже абсолютно забыла. А вот этот вот жутко мокрый гриб вот на него пролилось. И ой, отовсюду капает. Ну, вот такой у меня вчера был день. И поэтому я сегодня повела Бэби. Бэбичка, а где тропинка хоть какая-нибудь? А здесь вот, видите, не очень хорошие отдыхающие были. Давай по этой тропинке. Ой, как же это красиво. Как же это красиво. Но я еще голодная, поэтому для меня это еще и привлекательно и аппетитно. Что-то сегодня даже птицы не поют. Там птицы не поют, деревья не растут. Дымилась падая ракета. Нет, ну так чирикают. Но обычно, когда гуляешь утром в лесу, тут такие трели. Сейчас, кстати, утро раннее. Я даже не смогла зайти. Бэби! Даже не смогла зайти в магазин. По дороге есть магазин, в нем стоит кофейный автомат. А не смогла, потому что он закрыт. Вот так я с тобой, с собой и даже наличными 100 рублей взяла. Там любой кофе, 300 миллилитров, 100 рублей. Пахнет сыроежкой. Но это радует, что есть хотя бы сыроежки при каком-то таком желании. Бэби! А вот здесь вот я вижу, была красивая красная сыроежка. И, между прочим, даже видно, что не червивая. Вот от нее нога. При желании можно штук 10 сыроежек собрать и сделать из одной картошечки из 10 сыроежек. Не знаю, у меня бабушки называли это жареха. Заправляли эту жареху сметаной. Вкуснотища. В детстве все было вкусно. Ходили с бабушкой Зоей за грибами. Тьфу! За ягодами. Она брала большую корзину. А нам с сестрой двоюродной там возле дерева грибочек. Мне лень туда добираться, чтобы посмотреть, что за грибочек. А нам с сестрой двоюродной кружечки. Маленькие такие, малированные детские. В детских садах такие обычно бывают с картиночкой. Вот. И она собирала сразу в корзину. Не знаю, литров, наверное. На шесть или на восемь у нее корзина была. Большая, большая. А мы в кружечке кружечку наберем. Бабушке в корзину высыпаем. Ну, конечно, больше в рот шло, чем в кружечку. Но, тем не менее, и мы были заняты. Хоть какая-никакая помощь была. Бэби, нет. Я вот туда все-таки подойду. И мне интересно, что это? Ого! Ого! А что это? Вон там он один. Здесь вот второй. Они поеденные, но выглядят даже не червивыми. А здесь вот еще какой-то интересный гриб. Эх! Нету. Рядом. Ой, как пахнет! Это сыроежка. Такая интересная. серо-зеленоватая. Я привыкла, что сыроежки, они в основном такого радостного окраса. выключалась на секунду. Пропускали мужчину. Он как-то так не слышно сзади меня прошел, а я не успела бэбби прицепить. Но она молодец, послушалась. И я сказала, стой. Она остановилась и на мужчину даже не посмотрела. Слушайте, у нас тут полным-полно всякой. Еще одна сыроега. А у меня вообще-то есть эти какательные пакетики с собой. Ну, скажу когда-нибудь с целью собрать корзину грибов. Так вот, я рассказывала про бабушку, про поход в лес за ягодами. Вот она брала с собой, находили какую-нибудь опушечку в лесу чистенькую. Садились там. И она с собой брала какой-нибудь простецкий-простецкий перекус. Вот я напомню, как правило, био... А смотрите-ка. Представляете, это о бабке. Так что... Ой. Смотрите, даже не червивый. Так что этот лес не безнадежен. Вот она с собой такой незатейливый перекус брала. Огурчики из собственного огорода. Хлеб белый почему-то, я не знаю, мне кажется, вот, наверное, отчего у меня любовь-то к черному хлебу. Ну, и можно иногда и вот к этому, к серому такому. белый хлеб я не знаю, не очень. Бывает, иногда, иногда, иногда мне прихочется. И вот мы садились на опушку, она растирала полотенчика, доставала хлеб, огурчики, водичку. И вот такой вот у нас был перекус. Хлебушек с огурчиком и в корзине же ягод, и мы их тоже ели с этим, с хлебом. Ой, знаете, что это? Это же это костинка, наверное. Ну, да. А здесь таких листиков много. А вот, кстати, земляничка. Земляничка, можно я тебя сорву? Ой, не фокусируется. Маленькая земляничка. Кислая. Ой, как лимон. Съела. Ой, какая кислая. Ну, конечно, тепла сколько времени не было. И холодно было очень. Видите, как ее много. Тут лес практически покрыт этими листиками. я все гадала, гадала, что на землянику не похожи листики, но что-то знакомое. И сейчас вот, когда увидела, это, оказывается, костинник, где-то где-то дятел дерево долбил. Меня услышал, замолчал. слишком тихо в лесу. И очень-очень-очень влажно. Сейчас, если я не заблудилась, то мы должны выйти к ельнику и пройдем через ельник. Я помню, что раньше в ельниках собирали как же эти грибы называются? Зонтики, по-моему. ой, они вкусные. Из них интересно делать. У них шляпка такая большая. Нет, когда молоденькие, это кругленькая шляпочка. А когда большие, она прямо развернутая, такая плоская. Поэтому зонтиками и называются. И делать типа в кляре или как-то правильно назвать. То есть мука, яйцо, еще раз мука и обжаривать. Можно даже не резать на кусочки, а вот такими большими грибными бифштексами жарить. у него очень вкусные грибы. Я помню, пошли гулять в Битцевский парк и зашли очень далеко и вдруг начался дождик. Ну, прям не такой вот дождь, дождь, а моросит и моросит, так противно моросит. по-моему, я как-то приблудилась и в ельник не выйду, а может еще выйду. И уже пришли в такую зону этого лесопарка, там уже не было четких дорожек. Бэби, 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 стой, собака. Девочка бегунья с собачкой бегает, но я, если с мужчиной мимо проходящим у меня еще была уверенность, то вот с собачкой у меня уверенности нет никакой. Поэтому я тут же бэби схватила на руки и дождалась, пока они пробегут. Так вот, и вдруг я смотрю вглубь ельника и вижу, что он там прямо покрыт вот этими зонтиками. И у нас с собой было обычных два целлофановых пакета. И мы наломали этих шляпок два пакета. Но они достаточно хрупкие, но тем не менее, если быть аккуратными, не пинать, не легать, ну и тем более так вот аккуратно складывать друг на друга. то вполне можно донести, ох, наелись этих грибов, роскошно. Нет, ничего здесь нету в этом ельнике. Вообще ничего. Или, как принято говорить, от слова совсем. бэби, бэби, как-то самолет так неприятно свистит. бэби, 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 бэби. во вчерашнем моем потрясении. Я думаю, любая хозяйка собаки, особенно собаки относительно воспитанной, была бы точно так же потрясена и находилась в шоке в таком же, в каком находилась и я. А мы домой. Все. Хорошего всем дня. Надеюсь, да нет, не надеюсь, уверена сто процентов, что дождь будет, но тем не менее нам никто ведь не запрещает надеяться, что он будет идти очень-очень недолго. А в какой-то уже ближайший день, ну, если опять же дождя не будет сильного, а то после дождя здесь в лесу очень мокро, надо выбраться с каким-то не знаю с чем, с пакетиком, с корзиночкой за сыроежками и сделать жареху из одной картошки и десяти сыроежек. ты моя красавица, ты моя красавица, куколка моя, куколка. Беби, Бебюш, ты куколка? Сто лет ты мне нужна со своей куколкой, тут столько запахов. все, друзья, пока-пока.